Шаббат шалом Итак, друзья, сегодня я еще раз приветствую всех, кто здесь, на этом месте. Действительно, очень важно, что вы здесь, что вы пришли. И сегодня действительно очень важный день вообще в истории, думаю, не только в Израиле, еврейской семье, семей, но вообще тот, кто верит в Ишуа, в Иисуса Христа, это наиважливейший день, особенный день. То есть день, да, Йонг Кипур. Потому что если мы верим в Ишуа, здесь касается и не только еврея, и нееврея, потому что все мы верим в еврейского мессия, который пришел, и мы знаем, что от них пришло спасение. И если мы верим, если мы соединены с Ним, то я думаю, что праздники Господни, они имеют тоже важную роль в нашем сердце. Потому что Бог сказал в Писании о том, чтобы мы эти праздники праздновали, потому что это праздники мои, это не ваши, это мои праздники. Чтобы мы их праздновали, потому что на самом деле они открывают глубину Бога. Они открывают и показывают ту историю, да, исторические моменты, когда Бог, Он делал потрясающие вещи, когда происходили чудеса, когда Бог выводил, да, народ из Египта, когда они приходили к этой горе Синай, когда Бог устанавливал эти дни памятные, для того, чтобы мы помнили о том, что Бог Он делал. И я думаю, что они имеют незавершенное, они имеют пророческое действие, и мы об этом как бы дальше поговорим. Поэтому очень важно, еще раз я говорю вам, гмар чтима тава, пусть Господь благословит вас, чтобы наши имена, они были записаны в небе жизни. Итак, в рамках этого праздника, да, в контексте праздника Йом-Кипур, я назвал свою тему, которая называется «То, что от меня не зависит». Знаете, есть вещи, которые от нас не зависят, ну, есть то, что от нас зависит, но есть определенные вещи, то, что от нас не зависит. Даже мы смотрим, да, то, что переживает наша страна, да, многое зависит от нас, верующих людей, от наших молитв, многое зависит от наших воинов, многое зависит от политического, да, руководства, военного руководства. Но есть и вещи, которые, они не зависят ни от нас, как верующих людей, да, ни от военных и от руководства. Есть и вещи, которые от нас не зависят. Я буду говорить в рамках Йом-Кипура, что происходило, то происходило, что действительно от нас оно не зависит. И в Торе этот день праздник называется Йом-Ха-Кипурим, то есть дословно означает покрытие или сокрытие грехов. Да, еще и называют его день суда или судный день, день покаяния, но как бы больше оно говорится о покрытии или сокрытии. Что-то покрыло нас тот грех, который, к сожалению, еще присутствует в жизни человека. И на иврите кафер – это денежный выкуп, и капорет – это покрытие или сокрытие. И я сегодня не буду говорить о традиционных моментах, о традициях, праздниках. Я это говорил год назад. Это очень важно. Знать традиции, потому что есть много литературы, исторической литературы. Талмуд очень много об этом говорит. Апокрифические книги, то есть они именно говорят традиционные вещи, которые происходили, конечно, и в Писании. Важно, что в Писании об этом сказано. Я об этом говорил в прошлом году. Я бы сегодня хотел поговорить чуть о другом. Первое – о личном переживании праздника, то есть о моем Йом-Кипуре. То есть как переоценка ценностей. С чем он пересекается, какие перемены нас ожидают. И хотел бы немножко затронуть тему сатириологии, то есть это спасение души. Мы же желаем, чтобы наши имена не были записаны в книгу жизни. Вот. И знаете, что каждый праздник, он не сам по себе. Он очень связан друг с другом. Он перетекает из одного в другого. Не то, что это один праздник, потом через много столетий – это другой праздник. Буквально, если мы смотрим, максимум проходит 50 дней от Песоха, там наступает Шавуот. А в некоторых праздниках Йом-Труа и Йом-Кипур – 10 дней переосмысления. Эти праздники, они дополняют друг друга, и они перетекают один в другом. И интересно, что если, допустим, взять каждый праздник, перевести на человеческий лад. Ну, потому что где-то нам более понятно, в каком месте мы находимся. Ну, то есть, конечно, это все как бы духовные праздники, да, пророческие. Но когда мы переносим их на человеческий лад, как бы становится понятно, где сейчас я нахожусь. Ну, примерно, Песох, о чем он говорит? Ну, это рождение свыше, да? То есть, это выход из Египта. То есть, да, все вышли из Египта, поднимите руки. Из духовного Египта, да? И главное, чтобы Египет, он вышел из нас. Потому что мы выходим из Египта, но Египет, он иногда присутствует в нас. Ну, это так. И это именно на рождение свыше, да? Приход к горе Синай, или дарование Торы, там, да, или Шавуот, да, то, что мы ли день Пятидесятницы. Это говорится о нашем совершеннолетии. То есть, мы прошли какой-то этап времени, мы чему-то научились, и мы такие, как бы, ну, люди, которые совершеннолетия. Сейчас у нас сколько? 18 лет уже совершеннолетия, да? То есть, это человек, который все знает, ему ничего не надо. Знаете, когда детям что-то говоришь, как только начинаешь говорить, они говорят, я знаю. Я же еще не сказал, я знаю. И вы знаете, они еще знают еще раньше. Это если, допустим, в нашем возрасте мы все знали, то наши дети, внуки, они еще раньше все знают. Поэтому, ну, я опять же перевожу, как бы началось с Кила, да, то есть, именно праздник Шавуот, да, или дарование Торы, это похоже на совершеннолетие. В юрейской традиции есть такие праздники, когда бар митцва и бат митцва, да, дочь закона и сын закона. И это время, когда девушка и юноша, они берут на себя ответственность уже, ну, взрослые, они уже взрослые, и берут, уже отвечают за свои слова и поступки, вот. Это хорошо, когда уже в таком возрасте, потому что иногда взрослые, они не отвечают за свои слова, вот. Но это говорит о том, что они уже отвечают за свои слова и поступки, вот, и они берут на себя обязанность исполнять Божие Слово, Тору, да, и быть ответственными членами общества. То есть, да, бар митцва и бат. У нас, кстати, есть кандидаты, поэтому в скором времени, ожидайте, они подготавливаются. И это, о, это вот, Йом, Йом Труа, праздник, да, праздник труб, или еще ее называют, Йом Труа Зихарон, да, день воспоминания о трубном звуке или дне трепета, вот, который вот был перед, уже вот мы вошли. Это время, когда нам, знаете, это время, когда нам есть в чем каяться. И это говорится о взрослой жизни, потому что, когда ты полон сил, энергии, Господь тебя несет на руках, и Бог такой любящий, прекрасный, то как бы каяться, ну, не в чем. То есть, да, то есть, такое подростковое время, ты все можешь, ты только сказал слово, и оно как бы исполнилось, но это именно такое подростковое. Но когда человек приходит взрослый, он уже прошел некоторые моменты, он с чем-то столкнулся, да, какие-то моменты в его жизни, они уже не такие, он уже пересматривает свою жизнь. То, что он когда-то говорил или делал, оно уже не так, как в жизни бывает, но это жизнь, да, это что, жизнь, это не поле перейти, как бы, да, жизнь прожить. Поэтому вот этот момент интересный, что это время, когда нам есть в чем каяться, потому что это взрослый период. Когда мы что-то уже натворили, мы что-то наделали, вот, да, и сделали неправильно, то мы в этом потом приходим к Богу и мыкаемся. И Йом-Кипур, да, как день суда или покрытия. И еврейская традиция преподносит нам, когда Бог принимает решение, когда будет, кто будет жить в следующем году, а кто нет. И поэтому евреи, да, желая друг другу записи в книге жизни, то, что я говорил от начала. Ну, и праздник Суккот, это праздник всех народов, которые будут праздноваться и в тысячелетнем царстве, и дальше. Вот. И вы знаете, интересно, есть несколько версий, да, по поводу записи книги жизни. Это, опять же, как бы версии, но они очень интересные, они имеют место быть, потому что мы люди верующие, нам нужно размышлять. И вот одна версия, она говорит такие слова. В Писании не говорится, что люди записываются в книгу жизни. Почему? Потому что они уже записаны, и из нее только можно будет имя это вычеркнуть. Ну, то есть, Господь вычеркивает. Ну, давайте посмотрим, да, допустим, это ссылается на книгу Откровения, да, Откровение, 3 глава, 5 стих. Побеждающий облачится, как и они в белой одежде, и я не сотру его имени из книги жизни. Я лично признаю его перед отцом своим и ангелом. Здесь послание «я не сотру». Ну, можно поразмышлять, если Господь не сотрет, значит, Он может истереть. Но, вы знаете, Слово Божье, оно конкретно говорит «я не сотру». Здесь нету слова «сотру». Есть наши доразмышления, но есть как бы Писание. И, опять же, я говорю одни из теорий. Вторая версия. Те, кто уже записан от начала, те не могут быть вычеркнуты, а те, кто не записаны, они и так идут в ад. И думаешь, ну как это, одни записаны, одни... Вот я хочу читать Откровение, 13 глава, 8 стих. И здесь «и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца Закланова от создания мира». И вот интересно, тут как бы, да, ну, такой, когда ты читаешь, тут момент такой, а где же справедливость? Значит, Господь, наверное, кого-то больше возлюбил, да? То есть, одни записаны, да, в книгу жизни, а другие не записаны. И, конечно, какая-то вот дилемма происходит, думаешь, ну что-то как-то здесь, ну вот не так. Ну, если мы знаем в полноте Писания, потому что, знаете, иногда Сатан, он оперирует на некоторые места Писания, вырывая из контекста и говорит, ну вот, значит, ты, наверное, не записан. Или вот такая твоя судьба, значит, ты, вот кто-то лучше, а ты хуже. Ну, как бы, и может это объяснить в местописании. Помните, когда искушаешь, ну, спрыгни с храма. Ну, написано, что ангелы понесут тебя, ну, написано, что такое. И Господь, он знал ответ на этот вопрос. Также есть теория универсализма, которая тоже говорит, что в конце концов, после всего, что произойдет, после наказания, все люди будут спасены. Ну, то есть, придет какая-то определенная часть времени, люди будут наказаны, ну, как родители наказывают детей, они же не наказывают их вечно и постоянно, правильно? Они их наказывают до времени, а потом их, как бы, ну, все, теперь ты можешь, как бы, свободно гулять. И вот теория универсализма, она тоже говорит о том, что пройдет это наказание, люди немножко помучатся, а потом, как бы, Господь их выпустит. Но Писание не подтверждает эту идею. Я просто говорю лишь именно, да, о некоторых версиях. А как вы думаете, на ваш взгляд? Хороший вопрос. Я думаю, что дальше мы об этом чуть поговорим. Итак, возвращаясь к празднику, ты так немножко, как бы, затронул тему, потому что, ну, в этом празднике совершается очень важное действие, и люди желают очень важным моментам. В Торе есть три праздника, которые называются Шалош-Регалим. Это где все мужеское население Израиля должно было явиться перед Богом. И кто знает, что эти за три праздника? Правильно, вы правильно подумали. Да, это Песох, это Шавуот и Исукот. Правильно, молодцы, молодцы. Но знаете, что интересно, что в праздник Йом-Кипур Господь не говорит, чтобы, ну, как бы, не обязательно являться, ну, перед Богом. И думаешь, Боже, ну, почему? Разве этот праздник, он не важный? Хотя этот праздник, он считается самым важным. Ну, хотя бы он стоит на уровне с Песохом, да? Вот. И вот вопрос, как бы, да, ну, почему? Я думаю, что... Потому что искупление Господь... Именно в этот праздник Господь совершает сам. И человек здесь не принимает никакого участия. Это то, что от нас не зависит. И поэтому очень важно. По поводу переоценки ценностей, да, и исследования себя. Знаете, Писание, оно говорит о том, чтобы мы, ну, переоценивали себя. Ну, или мы, как бы сказать только правильно, да, там, останавливались и пересматривали свою жизнь. Ну, мало ли что, может, мы чего-то не замечаем. Знаете, когда машина очень близко, когда она очень-очень быстро едет, ну, мало что видно по сторонам. Когда мы движемся, мы куда-то едем, то нужно нам остановиться, да, и Писание говорит о том, чтобы мы остановились. Я несколько местописаний зачитаю. Иеремия, 6 глава, 16 стих. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим, и так далее. Новый Завет, Брит Хадаша, говорит, такие тоже местописания. 1 Иоанна 1, 8. Есть несколько, есть некоторые описания, которые, возможно, не будут с инодального перевода, ну, я буду, как бы, читать здесь, а вы там уже показывайте, как я вам дал. Значит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. И эти местописания, они говорят о том, чтобы мы остановились и все-таки пересмотрели свою жизнь, да. И вот праздник Йом Труа, то есть, да, ожидание трубного, как бы, звука или напоминание о том, что этот звук будет, да, и вот 10 дней размышления, трепета, это именно об этом. Это именно о том, чтобы мы переосмотрели, переосмыслили, как бы, ну, свою жизнь. И переоценка ценностей или своей жизни происходит именно в кризисные моменты. Знаете, когда хорошо, то ты, ну, не переоцениваешь, да, то есть, ну, как бы, ну, оно, как бы, все хорошо. Но оно происходит в кризисные моменты, особенно, когда мы что-то теряем, и не дай Бог, кого-то теряем. Ну, и сегодня это актуально, да, сегодня это актуально. Люди теряют близких, люди теряют родственников, люди теряют свои дома, теряют свои места определенные, где они, как бы, находились там. То есть, ну, это и об этом, и вообще, когда ты в жизни с чем-то сталкиваешься, с каким-то периодом сложностей, непонятности, то, на что ты надеялся, оно рушится, то происходит переоценка ценностей. Скажу, и это Божие время. Это не потому, что, знаете, не дай Бог нам оказаться друзьями Иова, да, то есть, ну, это было, это было Божие время, когда люди говорят, да, о том, что, ну, если у тебя в жизни все плохо, значит, ты что-то сделал. Есть такое, значит, ты в чем-то виноват, тебе нужно каяться, отрекаться, там, да, каюсь, каюсь, отрекаюсь и Святым Духом наполняться. То есть, нет, есть момент, когда, я думаю, что Бог, Он подводит к этому рубежу, возможно. Я сейчас не говорю, как бы, в общем, там, да, и, ну, о войне и так далее, хотя в этом тоже что-то есть. Для того, чтобы нам что-то пересмотреть, и потом, чтобы мы пересмотрели, увидеть что-то, что-то больше того, что есть в нас, и перевести нас в другой, ну, как бы, на другой уровень, или в другое, как бы, ну, состояние нашего сердца или души. Вот, и это как вызов, когда такие ситуации, они, как бы, вынуждают, ну, да, тебя и меня переосмыслить. Ну, правда же, да, то есть, обычно переосмысление приходит, когда? Ну, когда мы попадаем в сложные периоды. Обычно мы говорим, Боже, за что, почему, за что я страдаю, или почему я страдаю, или, может быть, для чего я страдаю. То есть, и вот именно в эти моменты, когда что-то непонятно, когда больно, происходит какая-то, ну, переоценка, ну, цен. Ну, правда? Или когда, когда хорошо, когда все, как бы, стабильно, но, как бы, особо человек не переживает. Ну, думаешь, знаете, когда человеку проповедуешь Слово Божье и говоришь о том, что Бог, Он хочет изменить твою жизнь. Знаешь, и человек говорит, а зачем мне ее менять, мне и так все хорошо. Ну, как бы, мы, знаете, бывает напрягаемся, что тебе нужно, Бог хочет изменить твою... А есть люди, которым ничего не надо менять в жизни. У них, как бы, и так все, ну, нормально, все устраивает. Он здоров, как бы, счастлив, имеет работу, имеет дом. Дети более-менее послушные, там, учатся в заведениях, как бы, выше и так далее. Ну, когда приходят моменты, такие непонятные, и это жизнь, я верю, что это Божий момент, это Божье время на основании Писания. Да, посмотрите на всех героев веры. Они все, все они сталкивались, да, с определенными, как бы, моментами, где происходила переоценка, ну, в своей жизни. Это нормальное время. Это не потому, что ты согрешил. Да, иногда бывает, когда человек, он из-за неправильной жизни перед Богом попадает в определенные ситуации. Я именно говорю, когда ты идешь за Богом. По-любому принципу мы все грешим. Там, кто-то больше, кто-то меньше. Но эти ситуации не создаются, чтобы все-таки что-то, что-то Бог хочет сказать. Это голос Божий по отношению, по отношению к нам. И вот происходит эта переоценка даже, да, ценностей по поводу даже, да, вот войны в Украине. То есть, да, какой-то решается, или уже решился синдром быть добрее Бога. Посмотрите, как бы, на вашу жизнь, да, вот на вашу жизнь, на мою жизнь, какое у меня было, ну, мышление по поводу этого, да. То есть, ну, надо всех любить, надо всех благословлять. То есть, там, по поводу оружия, как бы, не брать и так далее и тому подобное. То есть, и мы увидели, и с чем мы столкнулись. Даже в этом моменте по поводу этой ситуации, да, нашей Украины, произошла-то переоценка, как бы, ну, нашего понимания в данной, как бы, ситуации. Потому что Господь, Он дал право защищаться, об этом говорит Писание. Понятно, нам нужно, дай Бог, нам контролировать свое сердце, да, потому что в этой ситуации мы можем ожесточиться. Но это не дает нам повод оставаться просто на местах и, как бы, ничего не делать. И, как бы, просто наша жизнь на небесах, мы такие все космолоты, мы живем там далеко, и нас это не касается. Это все неправда, это ложь, это даже грех. Хотя люди так думают, но думают, потому что они с этим не столкнулись. Они, когда особенно ты переживаешь, эта ситуация с тобой лично сталкивается, ты по-другому переосмыс. Даже воспитание детей, знаете, иногда было время, когда у нас одна семья, которая не имела детей, у нас уже было трое детей, воспитывала, как правильно воспитывать детей. Ну, почему? Потому что есть определенная литература, есть книжки, как это делать. Я не против. Есть моменты, которые можно взять. Но есть и вещи, с которыми ты сталкиваешься так, как не написано в этой книге. Есть личные моменты, и дети, они все разные. Если ты одного не наказываешь, потому что он ничего не делает, даже делает больше, чего даже ты ожидаешь. А есть те, которые постоянно что-то делают, и постоянно в что-то вляпываются. И каждому разный подход, не по книжкам. Но, да, мы делаем ошибки, мы с этим сталкиваемся. И я верю, что в этот момент Бог дает какое-то личное, ну, личное понимание, да, богословское, как воспитывать, ну, моих детей. Я не знаю, как чужих, но моих вот так вот. И когда мы сталкиваемся с тем, что в нашей стране война, тут тоже происходит такая переоценка, скажем так, и моих ценностей, и, скажем так, моего богословского стереотипа понимания, мышления, отношения к этой войне. Так же это касается, когда мы делаем опоры безопасности человека, да, о личности. Когда человек нас подводит, когда мы надеемся на человека, он подводит нас, тут тоже думаешь, ну, как это, ну, что там, это касается, там, многие на себя надеются, как бы, да, там, многие на служителей, на пастырей тоже надеются, что вот пастор, он поможет, он, он заранее все, как бы, нет, ну, мы все люди, и мы, бывает, ошибаемся. И есть неправильное, знаете, что у людей иногда, может быть, даже часто, есть неправильное представление о Боге. Когда мы думаем, что Господь, вот то, что я буду сейчас говорить, да, это где-то так отражается, что Господь только любящий, Он только благой. Не, ну, это правильно, ну, в общем, да, как бы, ну, скажем так, в глобальной, как бы, тогда, в его, как бы, вот, в общем состоянии. Но, и когда мы так надеемся, когда мы так, ну, верим, что какие-то трудности, которые приходят, это не от Бога не приходят, это от лукавого, вот, значит, тебе нужно в этом каяться, раскаиваться и Святым Духом наполняться, чтобы такого больше не было. И, знаете, иногда вот такое бывает представление людей о Боге, что Он только добрый, только любящий, и Он никак не может позволить, чтобы Его любимые дети, они проходили какие-то трудности. Если Он видит трудности, то Он сразу же устилает, ну, хороший Господь, да, в такого Бога хочется верить, да? Да, вот, ну, хоть, но на самом деле, да, Он такой, но есть, Господь, что кого люблю, того иногда, это я, да, слово иногда чуть-чуть, ну, я хочу, я хочу, ну, смягчить. И когда с такими людьми общаешься, знаешь, слушаешь, ну, их, и думаешь, вот, эти люди придут в свое, в свою школу, в свое время с Богом, это такой, знаете, подростковый период, потому что, как мы говорили, да, то есть это еще они находятся в таком подростковом периоде, когда Господь, Он везде уносит на руках, мы парим над этим миром, и нам просто, мы все смотрим с высоты, и мы такие святые, смотрим на этот грешный мир, где грешники страдают, а вот я не страдаю, вот Господь меня так любит, потому что я праведник и так далее. Но жизнь такая штука, что обстоятельства меняются. И вот переоценка моего понимания о Боге, она тоже происходит. Потому что нужно смотреть Господа со всех сторон. И все вот эти инстанции, которые, да, я назвал, они правильно, они помогают нам правильно смотреть и реагировать, чтобы понять, где Божье, а где человеческое. Для того, чтобы произвести свою жизнь в порядок. И в это время, и это время, оно называется приближение, ну, к этому дню Йом-Кипуру. Это дает нам, вообще во всем это дает нам понимать, что самое важное и ценное в нашей жизни. Что самое важное и ценное в нашей жизни? Да, есть ценные, это родные, близкие, дети, мужья, жены, отцы, матери, бабушки, друзья, духовная семья. Но есть самое-самое, самое важное и самое. Вот в этих всех ситуациях или обстоятельствах Бог показывает на самом деле, что самое важное и ценное. Иногда ты забываешь это и полагаешься на какие-то ценные, но второстепенные, ну, как бы, да, вот, по сравнению, может быть, слово такое не очень, как бы, второстепенное, оно тоже ценно, оно тоже важно. Но в сравнении с тем, что я скажу, оно занимает вторую ценность. Это, это Господь, это я и Бог, один на один. Когда все рушится, когда ты, во что ты верил, на кого ты надеялся, на кого ты полагался, оно все вдруг, вроде как оно все так стояло, очень крепко, очень надежно. Но ты видишь, что оно начинает все вот так вот шататься. То, на кого я надеялся. Да, мы должны друг другу доверять. Я не говорю, что мы должны, знаете, нет, мы должны. Это нормально, когда мы доверяем друг другу, когда мы, там, полагаемся в какой-то степени друг на друга. Вы знаете, если бы люди не доверяли, когда женятся, то они бы не женились, потому что, ну, поэтому они верой, да, дают клятву, они доверяют друг другу, что в радости, не только в радости, да, но и в горести. И они будут вместе, будут друга поддерживать, и никто никого не оставит. То есть, ну, поэтому, ну, это нормально. То есть, мы, человек, он создан, чтобы доверять кому-то. Это нормальные вещи. И мы не можем, ну, жить какими-то отшельниками, там, да, в лесу. То есть, мы созданы, ну, быть друг с другом. И Бог так создал, Бог так вложил. У нас есть эта потребность, ну, доверять друг другу, быть с кем-то. Мы не можем быть друг без друга. Если человека, ну, ты, человека, знаете, самое ужасное, да, вот если тут заключенными, когда общаются, говорит, самое ужасное, это не время, когда тебе дали, там, да, года, там, 10, 15. Самое-то это быть, ну, в одиночестве. Сидеть в камере, то есть, когда ты просто сходишь с ума. Потому что Бог не создал человека одиноким, он не создал его одним. Мы где-то можем быть в каких-то моментах, ну, одиноки. И нам где-то нужно уединяться. Ну, я, ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? Но не быть одиночкой. Мы должны уединяться, чтобы слышать Бога, но не быть одиночкой. Бог создал, чтобы мы были вместе, друг с другом, потому что, ну, так создал Господь. И Йом-Кипур, он очень сильно пересекается с праздником Песох, да, или, ну, или Пасха, кто знает, еврейт. Почему пересекается? Потому что и там, и там происходит жертва, да, и проливается кровь, и происходит искупление или покрытие. И эти праздники, самое важное, эти праздники, они пересекаются тем, что они оба, они указывают на Мессию. Они указывают на того, кто умер, кто принес себя в жертву. Но есть очень детальная и важная разница в этих праздниках, ну, или в тех моментах, которые происходили. Если касательно Пасхи, Песаха, да, то мы знаем, что Бог повелел Маше сказать каждой израильской семье взять молодого, здорового, непорочного агнца, и дело удаления молодого, здорового, непорочного агнца, чтобы заколоть его, да, и помазать косяки дверей кровью. То есть это знамение, оно указывало на то, что будет последняя казнь, десятая, да, кто знает, я думаю, что вы все знаете, что будет приходить ангел-губитель и увидит это знамение, увидит кровь, и он пройдет мимо. Они так и сделали, и проходил ангел-губитель, и он проходил мимо того жилища, да, там не только было евреи, были и неев, кто послушался этому, да, вот. И ангел, он проходил мимо. И вы знаете, когда вот читаешь эту историю, думаю, что это как-то так легко было, да, то есть у каждой семьи было очень огромное стадо молодых овечек, и он такой, так, так, какую там, а ну, а вот возьму вот ту вот, взял, там заколол и так. Нет. Как это происходило? Вот я представляю так, что оно происходило так, то есть это была любимая овечка, дорогая. И это не просто так было, знаете, когда, допустим, у тебя чего-то много, там много игрушек. Ты думаешь, да, вот ладно, там, поделюсь, там, вот взял, на, вот эту, да, а вот отдать самое, что тебе, ну, дорого, не так уж и легко. И это не было так, что он там, да, вот давайте, давайте тут перенесите, сейчас мы заколем, помажем, как бы, и Господь сказал, и все будет хорошо. Пройдет губитель, и мы все будем живы. Нет, это было сложно. Это были определенные переживания, осознание чего-то. У кого есть домашние любимцы? Ну, котики, собачки. Ну, вот на малое время, это может быть такой жесткий пример, ну, представьте себе, да, это, ну, это как часть семьи. Я знаю, что вот у меня есть собачка, ну, сейчас она не живет со мной, но вот когда она заболела, слушай, ты не находишь себе места, ты не спишь ночами, ты переживаешь, ну, так же самое, как за своего, ну, ребенка, да, то есть, ну, когда, ну, твое сердце прилепляется, ну, и ты переживаешь, как бы, да, потому что животное мучается, ему больно, и ты уже и не ешь, и не спишь, и готов сделать все, и уже кайся во всем, чем, Господи, прости меня. Одно лишь хочу от Тебя, знаете это, одно лишь от Тебя хочу, исцели мою собачку или котика. Ну, вот такое вот, да? И вот представьте себе, что вам нужно не просто отдать, хотя многие, когда люди переезжали, очень сложно переезжать животными, отдавали и говорили, что это так больно, когда ты отдаешь в чьи-то руки, а тебе не просто нужно отдать. Это очень больно. И здесь важный момент, что и ты тоже страдаешь в этом. Я думаю, что подобно так и происходило. Оно не происходило с такой легкостью. И в Песохе отображается Ишуа, как ягненок, которого приносят в жертву за грехи народа, мои и твои. И Песох уже состоялся. Да, 1 Коринфянам 5-7 говорит, «И так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос, да, Мессия заклан за нас». И мы знаем, что этот праздник, он уже состоялся. Да, мы также знаем, что есть праздники, которые совершили, состоялись, которые нет. Да, мы, кстати, эту тему проходим на подготовке к челемским классам. Мы проходим праздники, темы. Да, я думаю, что вы это все знаете. И праздники, которые совершились, да, это Песох, да, Пасха, это праздник первого снопа или исчисления Мэра, это когда Ишуа, то есть он воскрес из мертвых. И Шауа, да, праздник седмиц. В Йом-Кипуре тоже происходит искупление, ну, как и в празднике, да, как и в Песах, в дни Песаха. Но там выражается не только жертва, как ягненка, беззащитного, непорочного, там, в этом дне и празднике Ишуа, он показан не как ягненок, но как судья, который принимает решение. Но такое решение он принимает, которое точно в какой-то степени от меня не зависит. Но я точно уверен в словах Ишуа, которые записаны в Новом Завете, да, в Бритхадыша. Это Иоанна 6, глава 40 стих, там сказано, «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына, не только видящий, мы же не видели его, да, как Ишуа говорит, блажение тех, кто не увидели, и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Аллилуйя! Знаете, я буду приходить к завершению, но я хочу еще важные вещи сказать. Знаете, я не знаю, как вы, но я размышляю над вообще темой спасения, сатирология. И вот, когда я вот, ну, мы читаем, почему размышляю, потому что, чем больше ты видишь важных таких моментов, просто важных, твой сердце наполняется, ну, благодарностью о том, что на самом деле, почему именно я, почему именно вы. И вот интересно, что, когда вот я читаю, вот полностью, как бы, да, вот контекстуально вообще, Писание, да, мы помним, мы читали, да, о том, что кого-то Бог предназначил спасти, а если предназначил, кто-то не предназначен, да, там написано, кого-то не предназначил спасти. И как бы, ну, задаешься вопросом, мы знаем, что Бог, написано, что Он хочет, чтобы все же спаслись, и тут моменты, ну, все-таки, к чему я, вот сказать, что я пришел, но вот на каком-то вот моменте я вот остановился, знаете, ну, может быть, каждый из вас, вот если вы читаете Писание, возможно, вы останавливались на каких-то моментах, которые, может быть, вам, может быть, непонятны, ну, или там, то, что непонятно, там, вы просто делаете шаг вперед и идете, знаете, это как, это как этот, рыбу кушает, а кости ты отлаживаешь, то есть, то, что непонятно, но есть вещи, которые тебя, они затрагивают, потому что это очень важно, то есть, это то, что касается меня лично, это то, что касается меня лично. И вот в контексте всего, что я увидел, что Господь спас нас, и это не зависело стопроцентное только от нас. Хотя мы знаем, что Бог, написано, дает выбор человеку, а где же выбор, если Господь уже все предусмотрел, Он все предугадал. Но в общем ты смотришь, что здесь не зависит стопроцентно от меня. Какая-то часть зависит, да, там. И то вопрос, как мы и почему мы отозвались на Его призыв, здесь тоже очень-очень глубокий вопрос. Иногда вот потому что я пришел к Богу, потому что вот я сказал, Господь, вот я, прости меня. А почему я так сказал? А почему я именно оказался в том месте и в то время? Это тоже важные моменты. И ты понимаешь, что здесь не зависит сто процентов, ну, от меня. И ты понимаешь, что здесь зависит какой-то Божий промысел, некая тайна. Где-то непонятно, ну, где-то ты понимаешь некоторые вещи, и это приводит меня в восторг. И учение о ситерологии – это очень глубокая, неоднозначная тема. Ряд мест Писаний говорит, что Господь уже заранее предназначил тех, кого нужно спасти. Я хочу пройтись на некоторые моменты. Да, Деяние апостолов, 13 глава, 48 стих. Язычники очень обрадовались, услышав, что они с почтением отнеслись к вести о Господе. И те из них, которые были предназначены для вечной жизни, поверили. Ага, хорошо. Идем дальше. Книга Откровения, 17 глава, 8 стих. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни, от чего? От начала мира». Здесь известно, кстати, имена, то есть они пойдут за зверем, как бы, да, соблазняться, искушаться, то есть, ну, они пойдут, те пойдут, которые имена, не то, что они записаны, они записаны от начала. То есть, какое-то предназначение, да, или предопределение. Ну, как бы, интересный момент. Конечно же, ну, везде вопросы есть. Есть вопросы. Римлянам, и там, как бы, и Новый Завет тоже некоторые вещи говорит. И мы знаем, да, то есть, помните, мы знаем, что Бог говорит об Якове и Исааве, да, тоже такие вещи, там, да, Якова возлюбил, там, Исаава возненавидел, там, да, там, и так помилование не зависит от желающего, да, от кого зависит, от помилования. То есть, как будто Господь как-то заранее уже, но от помилующего, да. Но мы знаем другие места Писания, которые немножечко говорят о других вещах. Да, помните, да, помните, когда, ну, там идет контекст, чтобы мы молились за начальствующих, властей, там, это Тимофею, там, да. Почему, почему, там, да, за всех людей написано, что Бог хочет. Тут написано, что Бог, Он хочет. Он неизбирательно хочет, Он взагали, в общем, хочет, чтобы что? Чтобы все люди, они спаслись и достигли познания истины. Думаешь, Боже, ну, как-то какая-то происходит, что, вроде как Господь, Он, какой-то, тут Он один, тут Он другой, или, может, Писание что-то. Знаете, иногда люди притыкаются на таких вещах. Но я, знаете, думаю, опять же, это мои мысли. Я верю, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Это Его желание, Его желание, Его сердце. Оно не меняется. Бог хочет, чтобы все люди, неважно, кем ты был, где ты родился и что ты делал, Бог дает, но Он хочет, написано. Это Его желание, это Его сердце, это Его природа. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Но мы знаем, ну, где-то предполагаем, что не все люди спасутся. Ну, есть такое предположение, да? Ну, конечно, мы не боги, но по-любому, ты, когда читаешь, ты имеешь предположение, что не все люди спасутся. И тут возникает момент, а как же, какая-то дилемма. Я все-таки думаю, это мои мысли, это то, на чем я размышляю, это то, о чем я думаю. Это моя мысль. Господь желает, чтобы все люди спаслись. Но, возможно, Он изначально знает сердце человека. Он хочет, чтобы люди все спаслись, чтобы все, кто там... Но, так как Он сердцеведец, так как Бог, Он знает людей, Он знает наши мысли наперед, Он знает нас. Это, опять же, это моя мысль, может быть, это одно из... Я это не то, что там говорит Господь, это моя мысль, над чем я рассуждаю. Что Бог знает сердце человека. То, не, Он хочет, чтобы люди спаслись, но Он знает человека, что, возможно, Он отторгнет Слово Божие, отторгнет Бога. И когда мы задумываемся в свете этого всего, то мы осознаем, что Твое и Мое имя не по заслугам записано в книгу жизни. То это, действительно, ты приходишь как бы в восторг. И это есть самое важное. Помните, Ишуа сказал важные слова ученикам своим. Не радуйтесь о том, что у вас что-то в жизни получается. Или, ну, это хорошо. Не, нам понятно, что мы радуемся, но тут вдруг как бы в другом сказано. Это не самое главное и важное. Он конкретно говорил о том, что там бесы, они выходят. А чему радуйтесь? О том, что ваши имена, они записаны в книгу жизни. Тут интересный момент. Он сказал записаны. То есть это сказано как будто, знаете, не в будущем и не в настоящем, а уже в прошлом. То есть записаны уже в книгу жизни. И вот интересный такой вот момент. И в этом есть некая тайна. Что я и ты, что мы оказались записанными в книгу жизни. Не потому, что мы лучше других или особенней. Хотя каждый из вас, он любящий Богом, он особенный, он индивидуален. Но это не говорит о том, что мы этим заслужили быть записанными в книгу жизни. А что, а что же произошло? Я думаю, что потому, что он так решил. Потому, что он так решил. И Йом-Кипур, это день, когда совершается твое и мое покрытие. И то, что там произошло, на Йом-Кипур, мы в этом никак не учим, не можем быть, мы не участвуем. От нас это не зависит. Конечно, можно сказать, что да, но мы же так отозвались на Божий призыв и так далее. Но если смотреть в контексте этого, для меня это сейчас остается такой тайной, почему я отозвался, почему я оказался в то время. Но это, знаете, тайно приводит меня в восторг, а не в какое-то, знаете, там, сомнение о том, что я здесь, а не там. О том, что вы здесь, а не где-то в другом месте. И в этот праздник Йом-Кипур, знаете, как-то рассеивается понимание, что я какой-то особенный или я крутой. Ну, потому, что я отозвался на его призы, потому, что я верующий, потому, что я верю в Господа. Я что-то делаю, это выражает мою веру. Я служу людям, там, мы ездим, служим, помогаем военным, помогаем населению, там, и в Херсоне, и так далее. То есть не из-за этого, а из-за того, потому, что он так решил. Ты думаешь, Боже, знаете, когда задумываешься вот об этом всем, то понимаешь, что, знаете, Бог, Он мог и не открыться нам. Вот, ну, Он мог вообще не открыться нам, как Господь. Ну, жили бы мы, просто проживали свою жизнь, там, что-то делали, хорошее, плохое, и все, как бы, жизнь наша испарилась. Он бы пришел бы просто к овцам Израиля, спас бы евреев, как изначально было-то в плане, да? Как Ешова сказал, я пришел к погибшим овцам Дома Израиля, и вообще я заключил завет, знаете, что, не со всеми, как мы думаем. Бог заключил завет с кем? С Яковом и Домом Меута, да, с Тралем и Домом Меута, но, еще есть но, ведь у меня есть еще овцы не этого стана, и с ними надлежит мне как-то поспелкуваться, привести их к себе. И вы знаете, когда ты задумываешься о том, что Бог, Он мог вообще пройти мимо меня, мимо нас, какая-то была бы особая группа людей, да, там, ну, евреи, которые бы знали Бога, и все, и Бог бы сказал, вот только вы знаете, и все, и между вами ограда, стена, и никто, все. То есть, ну, вот, я просто решил, вот, ну, вот, вот так вот, только вас. Думаю, Бог, какая милость Божия о том, что спасение написано, оно и пришло к неевреям. Я не говорю к язычникам, немножко это оскорбляет, да, к евреям и к неевреям. Оно пришло. И как-то я, не знаю как, оказался именно частью этого народа, частью этого завета. Да, потому что я лучше, да нет, не, ну, можно, может быть, лет так 15 назад я так о себе думал. Я думаю, что каждый думал, что что-то есть в нем такое хорошее, ну, ну, хорошее, что именно, именно из-за этого я вот там. Но жизнь нам показывает, что люди, которые могли очень высоко стоять, они падают. Я не хочу сказать, там, вычеркиваются из книги, как бы, это не в нашей, скажем так, прерогативе. Но мы видим, да, что разваливаются люди, которые хорошие, умные, много ученых, там, философов, просто хороших людей, там, у них все разваливаются, семьи разваливаются. Они ничего, это знание ничего не может помочь, ничего не может сделать, просто все разваливается. Еще говорит, что всю жизнь, всю жизнь я вот это делал, то делал, там, копил, знаю, как, как даже звезду от звезды отличить, но в своей земной жизни я не способен что-то сделать. Есть какая-то тайна Бога по отношению к нам, и это приводит нас в восторг. Знаете, и Йом-Кипур, он продолжается, потому что Иешуа продолжает покрывать нас своей святой кровью, своей милостью. Он не завершился, Господь, потому что мы можем хвалиться не собой, не своей святостью, не своими достижениями. Там, конями, машинами и так далее. Хотя можем хвалиться, когда мы что-то приобретаем. Но единственное, чем нам нужно хвалиться, это с Вианом Господом, Его милостью. Почему? Потому что, почему я оказался именно здесь? Почему я? Вы себе такой вопрос не задаете позже, а почему я? Это как бы не гордость. Я хочу, чтобы, да, чтобы и тот человек, но пока Он там, а я здесь. Разве это не милость Бога? Вы знаете, есть одна интересная книга. Это люди-очевидцы, которые жили буквально уже во времена... Это не ученики. Они жили во времена Иосифа Флавия. Да, знаете, что Иосиф Флавий, он родился уже после двух лет, когда умер и шло. И это были люди, есть книга, которые описывают события, что произошло, когда... Ну, это как бы очевидно, то есть это не описание, это... Ну, мне нравится как бы читать разные книги еще как бы, ну, того времени. Помните, когда, да, там, мы говорили о Йом-Кипуре, когда Иосиф Флавий, он описывал о том, что ткань была красная, потом побелела, о том, что завеса она разодралась. Как бы, да, то есть, ну, это, скажем так, как бы очевидцы людей, которые жили, ну, буквально уже в то время, во времена Ишуа, там, во времена, и уже буквально перед его смертью, и потом дальше как бы жили. И они описывают, опять же, знаете, вот интересный момент, они описывают такой, такой, такой момент, что когда Ишуа умер на кресте, именно когда он умер, многие люди, они исцелились. Ну, они не исцелялись, когда, ну, Ишуа как бы жил, но когда он умер, то они резко исцелились. И это были люди, которые хотели встретиться с Ишуа, но не встретились, ну, по разным причинам. Ну, знаете, ну, не все ж тогда могли, кто-то услышал, и уже там думают, да ладно, пойду пока. А знаете, это ж не было, как у нас сейчас, там, поезда, самолеты, ты раз, и там, за два часа. А ты пока дошел пешком, потом ты узнал, что Господь, Он умер. Ну, Боже, пропустил, ну, мое чудо. И это были люди, которые позже узнали. Ну, интересный момент, о чем это говорит. И те люди думали, что все, вот, знаешь, вот, как помните тот Вартимей, который кричал, или та женщина, да, которая, ну, страдала болезнью, да, 12 лет. И она понимала, что если вот-вот она не прикоснется, это единственный ее шанс, когда она, это единственный, действительно, это, возможно, был единственный ее шанс. Или тот Вартимей, который сидел там, да, говорит, что вот если я, там, мне все равно, что обо мне подумают. Да, я слепой, там, да, или там, кто-то там, прокаженный, там, да, то есть мне все равно, это мой единственный шанс за всю мою человеческую жизнь. Если это пройдет, то я не получу свое чудо. И те люди, которые как бы потеряли свой шанс, не прикоснулись, не встретились, не было того соприкосновения, я думаю, что они были огорчены. Но когда Ишуа умер, они исцелились. И это, о чем это говорит? Для меня-то то, что Господь, Он все предусмотрел, и Он не проходит мимо даже тех людей, которые как бы, может быть, не использовали этот шанс или возможность. Да, они верили, они хотели, но у них не получилось. Как это открывает Его, да, сердце, Его милость. Для меня эта история, думаю, Боже мой, я когда читал, думаю, Боже, как здорово. Да, возможно, потом ученики, они могли бы с учениками, ну, так оно произошло, да, ученики потом проповедовали. Но именно вот этот момент, когда они ожидали Ишуа, то есть Бог не прошел, Он не оставил их, даже без крохи и хлеба, да. Даже после Его смерти люди получили свое чудо. Это напоминает нам, знаете, о чем? О втором Песохе. Помните? Да, Песох Шини, второй Песох, когда люди не могли праздновать Песох, потому что кто-то был в дальней дороге, кто-то там, короче, ну, они не могли, по разной причине. И Бог сказал, ну, раз вы не можете, значит, ну, все, пролетели тогда. Нет, Бог сказал, хорошо, будете праздновать, там, через определенное время, там, 15-30 дней дается. Это говорит о том, что Господь никого не пропустит. Даже если нам кажется, что мы упустили свой шанс. Аллилуйя. 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 Боже, мы благодарим Тебя за Твой вечный дар. За дар вечный. Это быть в книге Твоей, это быть спасенным. Это оказаться спасенным и быть. Мы благодарим Тебя за Твою милость. и мы еще не до конца осознаем и понимаем. мы будем познавать Тебя еще не в этой жизни, но здесь мы просто благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что мы оказались именно там, где мы должны были оказаться, или мы не планировали, мы не думали, но мы там оказались, потому что есть какой-то промысел невидимый, непонятый нами, но совершенный в Твоем сердце. мы просто дякуем Тобя, Господь. Мы просто дякуем Тобя, Господь. Мы дякуем Тобя, что наше имя, оно записано в книгу «Життя». Мы дякуем Тобя за то, что Ты проявил к нам свою благосклонность. И дай нам быть всегда вдячными Тобя. И что бы не происходило в нашем жизни, какие-то чувства или впечатления, какие-то позитивные, какие-то еще. Но дай нам всегда иметь эту радость, потому что наше имя, оно записано в книгу «Життя». Как Ты сказал своим учням, чтобы они радовались цему, мы дякуем Тобя. Мы дякуем Тобя. за цей, за цей особистий день, за цей особистий день, коли Ти страждав, ради нас, ради мене и Тебе. мы дякуем Тобя. Мы дякуем Тобя за цей особистий день, что я не мав там ніяких заслуг, потому что Ти так вирішив. и это Твое право, это Твое сердце, это Твоя милість. Рахин. Мы дякуем Тобя. Идеа. Я пи. Идеа. Субтитры создавал DimaTorzok